Всем привет! Обычно фокусы шариками от пинг-понга, стаканами и рюмками показывают вот так. Но мы сегодня займемся более интересными физическими опытами. Не будем использовать ловкость рук, как это я только что сделал, а попробуем немножечко побаловаться рюмками и шариками от пинг-понга. Итак, задача первая. Есть рюмка, она по диаметру почти как шарик от пинг-понга. Есть шарик пинг-понга. Положим в рюмку шарик, выкатим, положим, выкатим. Все нормально, да? Так, чтобы не рекламировать ничего, просто покажу. Шарик в рюмке. Шарик из рюмки выпал. Ничего необычного нет. Теперь поводим по столу и шарик, и рюмку. И закатим шарик в рюмку. А теперь, внимание, не отпуская рук, я переворачиваю рюмку с шариком. А теперь очень аккуратно ставлю на стол. Шарик в рюмке. Как такое может быть? Что за чудо левитации? Шарик остался в рюмке. Итак, первая задача. Рюмка, шарик, который свободно входит и выходит из рюмки, но при этом покатав его по столу, я заставил его остаться даже в перевернутой рюмке. В данном случае средой обитания у нас был обыкновенный воздух. Вы уже догадались? А теперь я стукну по рюмке волшебной палочкой. Да-да. И переверну ее. Шарик выпал. Закатим его в рюмку снова. И выкатим. Закатим. Подержим. Перевернем. Выпал. Давайте аккуратно. Закатим. Перевернем. 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 Шарик в рюмке больше не держится. С первой частью эксперимента мы легко справились. Но на столе стоит еще и белый шарик. В колпачки играть не будем. Он входит в рюмку и прекрасно из нее вываливается. Но в этот раз мы обойдемся не только воздухом, а добавим немного воды. Как в том самом прекрасном лозунге. Просто добавь воды. Я возьму и в эту рюмку набью водички. Вода обыкновенная. Ничего удивительного в ней нет. А теперь положу туда теннисный шарик. Вот он прекрасно плавает. Сейчас я возьму тарелку, потому как опыт с водой. И прямо у вас на глазах вылью шарик в тарелку. Вылил. Ерунда какая-то. Что интересного? Да, была вода. Да, был шарик в воде. А в чем же фокус? Давайте еще раз. Шарик в рюмке с водой. Берем рюмку. И переворачиваем. Шарик. Вода. Рюмка. Поставили. И ничего не выпадает. О, ужас. Шарик застрял. А теперь задача. Этот шарик по известным физическим причинам застрял в рюмке. Как можно его оттуда достать? Не разбивая, конечно, рюмку. Смотрите. Он надежно там застрял. Даже трясти бесполезно. Как думаете, можно ли достать шарик из рюмки, не разбивая рюмку, не ломая шарик, а используя физические законы? Ответ на этот вопрос, я думаю, оставлю-ка на следующий ролик. А на этом все. Пока. До следующих встреч. Застрявший в рюмке шарик. Вот и все. Но есть еще один интересный способ достать шарик из рюмки, не прикасаясь к нему. Смотрите. Вот и все. Если долить еще немножечко воды, шарик сам из рюмки удалится. Не правда ли забавно? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.